Культ, 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 культ. В Кирове действительно 12 часов 5 минут и традиционно в это время программа «Культ. Поход». В студии у микрофона Светлана Дождевых и я напомню, что в рамках передачи мы всегда говорим о главных культурных событиях нашего города, А еще проводим розыгрыш. Наши гости задают вопросы, вы на них отвечаете, звоните нам в прямой эфир, и мы вам дарим подарки. Сегодня это будут вопросы, видимо, из области театрального искусства, потому что я с удовольствием представляю нашу гостью. Это главный режиссер Кировского кукольного театра Елизавета Гордеева-Мусина. Здравствуйте. Добрый день, Светлана. Добрый день, уважаемые слушатели. Елизавета, вы совсем недавно заступили на должность главного режиссера, поэтому, конечно, прежде всего хочется с вами поближе познакомиться, узнать о вас как можно больше и узнать о планах и событиях, которые нас ждут от Кировского театра кукол. Из открытых источников возможно узнать, что вы наша Кировская, уроженка города Кирова, из семьи театральной, из семьи драматических актеров, а по специальности режиссура театра кукол. Как так случилось? Ну как так случилось? Так жизнь повернулась. Я не знаю, меня постоянно спрашивают, почему я выбрала театр кукол, но я могу сказать, что... Нельзя сказать, что я вообще часто делаю выбор в своей жизни. Мне кажется, я просто слушаю, куда мне нужно идти, и иду туда. Да, это, кстати, очень часто бывает. В приёмной комиссии случаются какие-то знаки судьбы, которые указывают вам на правильный путь. Возможно, что-то подобное случилось. Расскажите, где, в каком учебном заведении вы получили эту специальность? Много ли у нас учат на режиссёров кукольного театра? В каких заведениях? Я бы сказала, что даже не в приёмной комиссии случаются вот эти вот знаки судьбы. Я заранее знала, что будет набирать мой мастер Руслан Равильевич Кудашов, а это одно из самых громких на сегодняшний день имён российского театра кукол современного. И узнав, конечно, что он будет набирать, я сразу же свои лыжи навострила в его мастерскую. Ну, и почувствовала как-то, знаете, интуиции, что я поступлю. И действительно, я поступила. Хотя поступить на режиссуру сразу после окончания школы, ну, такое редко случается. Ну, мы вас поздравляем и очень рады, что вы к нам вернулись. Всегда радостно, когда уроженец города Кирова и возглавляет такое большое заведение культурное. А скажите, ну, мы поговорим сегодня о состоянии современного театра кукол, но хотелось бы вот ещё уточнить ваше участие в различных театральных фестивалях, лабораториях. Написано, что вы принимали участие в фестивалях и лабораториях в городе Москве, Омске, Санкт-Петербурге, других городах России и даже стран СНГ. Можете ли рассказать что-нибудь из этих историй? Ну, вот смотрите, я закончила Российский государственный институт сценических искусств. Это раньше называлось Санкт-Петербургская театральная академия, очень известное учреждение театральное в нашей стране. Туда приезжают учиться и за рубежа, и из Китая, и из Беларуси, ну, и из Чехии, например, приезжают туда учиться. Вот. Мой мастер, Руслан Раевич, он главный режиссёр Большого театра «Кукол», и мы учились на базе этого театра. Это самый сейчас современный театр в России, я так считаю. Вот. И мы выпускали спектакли в составе мастерской. Самые интересные, я считаю, наши спектакли — это «Жизнь насекомых» по роману Виктора Пелевина, «Лето в точка дурачок» по творчеству группы «Гражданская оборона». И как бы когда я называю такие названия в театре «Кукол», все удивляются и говорят, что это же детский театр, но мы говорим вам, нет, это не детский театр, и мы разрушаем этот стереотип, это театр для всех, и он может говорить на своём языке абсолютно со всеми. Да, можно сказать о том, что современный театр «Кукол» разрушает очень много стереотипов и относительно не только тем, да, и выбора зрителя, то есть не только для детей, но и для взрослых, но ещё и сами «Куклы», я так понимаю, что меняются в современной жизни, и не только традиционные, там, перчаточные, тростевые какие-то «Куклы», но появляются какие-то новые виды «Кукол». Знакомы ли вот, может быть, есть какие-то автоматические уже «Куклы»? Или, наоборот, «Кукла» уходит в прошлое и остаётся больше актёр всё-таки?» Нет, конечно, «Кукла» не уходит в прошлое. Вообще, что такое новое? Новое — это всё хорошо забытое старое автомат, и они появились в начале XIX века, и это уже история театра «Кукол», это уже не ново. Но существуют, например, «Куклы на запястье Захарова». Это такие куклы, они сделаны удивительным русским кукольником из Омска, аналогов подобной куклы нет, она крепится на запястье и управляется пальцами, и полностью создаётся ощущение, что человечек, который находится на руке живой, он может моргать, открывать рот, петь, танцевать и тому подобное. Но нужно сказать, что владение традиционными системами кукол сегодня как никогда актуально, потому что сказать «это устарело» и выбросить это из жизни, а потом всё забыть и вспоминать заново. Зачем? Нужно иметь, так сказать, свои инструменты всегда наготове. Я так считаю. Если у вас пристрастие к каким-то определённым видам кукол, и верно ли утверждение, что у каждой куклы есть какая-то определённая эмоциональная специфика? То есть если мы видим марионеток, то это что-то про управление будет. Если перчаточная, то это балаган, это комедия. Ну вот верно ли это утверждение? Есть ли у вас пристрастие к каким-то определённым видам кукол? Совершенно точно у куклы есть смысловой заряд. То есть если мы берём марионетку, у неё есть определённый характер движения. То есть она в чём-то ограничена, но в чём-то она может делать то, чего не может делать ни человек, ни драматический артист, совершенно точно, ни другой вид куклы. Марионетка, она говорит с нами о духовном, о душевном. То есть она говорит о связи человека с Богом. И это написано даже в наших учебниках, когда мы учимся. У нас есть история театра кукол. Нам преподают театр обед. Такое божественное управление, как и мы. Нами кто-то управляет. Нить — это связь человека с Богом. И когда режиссёр берёт марионетку, то, несомненно, можно сказать, что он говорит о чём-то большем, о чём-то утончённом и о чём-то очень глубоко личном. Хотя часто встречается, что режиссёр не задумывается о назначении марионетки, просто берёт её в спектакль. Такое тоже бывает. Но, конечно, качественное образование предполагает именно сочетание смысла и назначение куклы с историей. Понимание, чувствование куклы. А вот в этой связи хотелось бы узнать, как вы относитесь к тому, должен ли актёр сам создавать куклу, то есть от начала до конца её изготавливать, или он может работать с тем, что ему принёс мастер? Кукольный театр — это уникальный театр в том смысле, что в нём артист может быть и режиссёром, и мастером изготовления куклы, то есть он сам себе всё, он сам себе театр, артист. Ну, насколько мне известно, это вот такая русская традиция, это всё-таки актёр не занимается изготовлением, а это больше западная история, или теперь это уже... Я не могу сказать, что это русская традиция, это скорее традиция советского репертуарного профессионального театра кукол, когда всё было поставлено на производственный поток. Этим занимался прежде всего театр Образцова, он задавал образец театра кукол для всей страны, для всего Союза. И как бы это оттуда пошло разграничение цехов, артистов и иных служб. Но, конечно, это позволяет относиться к производству театрального спектакля более профессионально. На нас работает большой штат людей. Для того, чтобы зритель мог увидеть спектакль на сцене, театра кукол, работает очень большое количество людей, прежде всего театральные мастерские, потому что в театре кукол театральные мастерские — это одна из самых важных ступеней творчества. Но исконно кукольник — это всё-таки создатель спектакля от начала и до конца. Это было и на Руси, это было и в Европе, это было и в Азии, это было везде. Могу сказать, что сейчас сохранилось в детских театральных коллективах, которым, например, я сама занималась, мы сами изготавливали перчаточные куклы и сами их играли. То есть где-то в наших детских коллективах ещё эта традиция сохраняется. Это сохранилось и в профессиональных учреждениях, когда мы, например, учимся на режиссёров, учимся на актёров театра кукол. Мы должны создать куклы. У нас есть специальный предмет технологии театра кукол, которого нет у драматических ни артистов, ни режиссёров. Елизавета, я знаю, что у вас уже год идёт авторский спектакль в нашем Кировском театре кукол. Он называется «Лис, который потерял цвет». Какие куклы использованы в этом спектакле? Можно ли считать, что вы испытываете к ним какое-то пристрастие именно к такому виду? Спектакль поставлен очень красочно, необычно. Актёры вышли из-за ширмы. И можно сказать, что это вот такой новый взгляд на театр. Или это уже стало традиционно, что актёры, люди появляются на сцене, и даже без масок? Я так скажу, что авторским спектаклем можно назвать Сагаоркой, потому что, скорее, авторская инсценировка, авторский режиссёрский текст сцены. Мы, конечно, работали с художником Анной Горбаса, художником из Москвы. Говорить о пристрастии к театру кукол, о пристрастии к каким-то куклам, я не знаю, вы знаете, у меня нет любимой куклы, я как бы адекватный человек, я не верю в то, что куклы разговаривают, или, например, прячутся, или бегают по театру, когда их никто не видит. Нет, у меня как бы с головой всё в порядке в том смысле. В нашем спектакле использованы планшетные куклы. Сейчас вообще планшетные куклы захватывают очень большое внимание режиссёров театра кукол. То есть у нас, например, в театре 90% репертуара это планшетные куклы. Не могу сказать, что это положительная тенденция. С планшетными куклами проще работать, и считается, что сейчас говорится о каком-то интимном театре, о театре, который близок к артисту, то, что у нас и артист находится на сцене, и кукла. И они с куклой составляют одно целое. И в этом смысле планшетные куклы сейчас актуальны. То есть современный театр тяготеет к планшетным куклам. Однако, мне кажется, если мы забудем прошлое, мы потом очень долго будем его собирать воедино. А в какой-то момент нам станет необходимо использовать марионеток, а сейчас уже по всей стране, к сожалению, создавать марионеток умеет крайне малое количество людей. Это большая проблема. Ну, и театр образцовый в этом сыграл свою роль, потому что у них, как правило, тростевые были куклы, были куклы гапиты. Они не очень любили марионеток. Если актер театра кукол выходит на сцену, хватает ли ему театральной подготовки? Я знаю, что в наших театральных вузах дисциплины, которые изучают актеры театра кукол, они практически идентичны дисциплинам драматических актеров. Можно ли сказать, что тогда актер театра кукол более универсальный, чем драматический актер? Или так нельзя утверждать? Так нельзя утверждать, потому что это абсолютно разные виды театра. В чём специфика тогда? Учитывая, что артист театра кукол появляется на сцене, он всё-таки работает определённым образом. У нас по-другому устроено мышление. Мы мыслим зримыми какими-то знаками, какими-то, опять-таки, образами, какими-то визуальными ходами. А драматический артист, у него есть процесс выстраивания внутренней жизни роли. У нас он тоже есть, но не такой виртуозный, не такой профессиональный, как в драматическом театре. То есть в драматическом театре всё внимание уделяется именно построению действий и осваиванию роли, осваиванию слова, драматургии. А в нашем театре всё-таки главенствует действие. Это самый действенный театр. Мы можем совершенно без слов играть, несмотря на то, что у нас может быть живой план на сцене, и артист театра кукол будет смотреться в нём убедительно. Мы разные, поэтому необходимо ходить и в драматический театр, и в кукольный. И не стоит себя обкрадывать ни в чём другом. Кстати, сегодня вечером у нас состоится взрослый спектакль из вечернего репертуара нашего театра «Кукол». Гоголь СПБ, поставленный петербургским режиссёром Александром Янушкевичем. Это достаточно известное имя в российском театре «Кукол» и в белорусском, потому что Саша, он приехал к нам из Белоруссии, учился здесь у нас. Точно не помню. Вот. 18+, приходите, пожалуйста, на этот спектакль. У нас, кажется, осталось шесть или семь билетов, но вы можете увидеть его и в следующем месяце. Как раз поговорим тогда о планах, раз заговорили, да, в следующем месяце поговорим о планах. Говорят о том, что вы планируете, да, поставить новый спектакль, какой-то очень интересный, посвящённый нашему городу, «Вятка от земли до неба», а о выдающихся жителях нашего города. Что это будет за спектакль? Кто будет автором пьесы? Какие герои попадут в эту пьесу? Есть уже какие-то определённости? На драматургии мы будем работать с драматургами нашего театра Андреем Антоновым, Денисом Смирновым, ну и также в драматургической команде буду присутствовать я, так как спектакль в театре «Кукол» не может создаваться без участия режиссёра. Мы не можем взять пьесу, а потом её сыграть. Нет, такое невозможно. Всё-таки очень много зависит от решения непосредственно режиссёра. А кому посвящён этот спектакль? Он посвящён нашим современникам, нашим недавно ушедшим современникам. Конкретные имена, я так скажу, что «Вятка от земли до неба», вообще само название «От земли до неба» было мною взято из последнего поэтического вечера Андрея Жигалина. Достаточно известный в Кирове поэт Андрей Жигалин. У него очень хорошие стихи. И есть даже книга, вышедшая с его стихами «Перепрятанная жизнь», изданная уже после смерти Андрея. У него проходил вечер стихов в библиотеке Герцена. Он назывался «От земли до небес». И на этом вечере у него остановилось сердце. Вот. И из этого названия я оттолкнулась и придумала «Вятка от земли до неба». Она будет говорить о людях, которые созидали в нашем городе, которые всю свою жизнь здесь прожили и положили на то, чтобы культура нашего города процветала. Это будут архитекторы, это будут дирижёры, это будут люди, с которыми мы с вами знакомы. Я думаю, это прекрасная идея средствами театра также воздействовать на мнение горожан. Это будет спектакль для взрослых или для детей? Это будет спектакль «12 плюс». Он будет для семейного просмотра 12 лет. Мы рассчитываем на школьную аудиторию, на родителей с детьми, на профессиональное сообщество города. Здесь, мне кажется, имеет значение то, что город, он выходит в пространство театра. Не театр отдельно, город отдельно, а мы становимся как бы сопричастниками друг к другу. И вот эта четвёртая стена, она в каком-то смысле исчезает. То есть театр, он становится частью нашего пространства, нашей жизни. Для меня это очень важно. И каждый, кто придёт на этот спектакль, возможно, узнает человека, с которым он жил, работал, когда-то встречался. Ну и, конечно, «Вятка от земли до неба» такое пахальное название, оно будет затрагивать не только наших современников, но и личностей города, которые знают не только в границах нашей области и не только в границах России. То есть у нас есть такие великие земляки, как Виктор Аполлинарий Васнецовы и прочие другие. Когда ждать премьеры? Когда ждать премьеры? Это хороший вопрос. Премьера готовится к 650-летию города Кирова. Вот в юбилейный год и стоит ждать премьеры. То есть это не цель этого года? Какие тогда планы, может быть, на этот год? Какие вы ставите перед собой задачи, может быть, в репертуарной политике какой-то? Ну, я так скажу, что должность главного режиссера, она предполагает не только постановку спектаклей. Она предполагает прежде всего формирование художественной политики театра. Это и приглашение других режиссеров из Москвы, из Санкт-Петербурга, из каких-то регионов нашей страны. Уже есть какие-то приглашения, которые можно анонсировать? Мы ведём переговоры с художником и режиссёром театра кукол Образцова Виктором Никоненко. Виктор привозил к нам свой спектакль «Старый сеньор И». И это был один из первых спектаклей взрослого репертуара, который посмотрела я, будучи ещё просто обычной школьницей, кировчанкой. Посмотрела и просто была потрясена виртуозностью и какой-то глубиной его спектакля. И, конечно, первым делом я захотела пригласить сюда именно Виктора. Чем он будет заниматься? Работать над какой-то постановкой? Или... Понимаете, Виктор мэтр, Виктор мастер. Поэтому, когда мы договаривались... Будет какая-то творческая встреча. Когда мы договаривались с Виктором Леонидовичем, я ему сказала, Виктор Леонидович, вот делайте, что хотите. Вы сделаете хорошо. Пожалуйста, вечерний спектакль по хорошей литературе и мы вам не мешаем. Вот так. Прекрасно. Мы придём вечером обязательно посмотреть, что получится. А больше для вас всё-таки театр «Кукол» это театр для взрослых или театр для детей? Театр «Кукол» для меня прежде всего театр. Вот вы идёте в театр и вы спрашиваете его, он театр для взрослых или театр для детей? Нет, конечно. Театр это язык, театр это способ общения со зрителем. Он может общаться и с юным зрителем, и со взрослым зрителем. То есть у нас не театр, где куколки разговаривают ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Что это всё-таки куклы. Я думаю, что это наоборот самое живое. Представляете, неживой предмет вдруг оживает. При помощи игры артиста, при знании некоторых театральных приёмов мы смотрим на существо, которое живёт. Когда я это увидела, у меня просто башню снесло. Когда я увидела по-настоящему, что кукла живёт, не в каждом театре есть артист, который способен оживить куклу. Мне кажется, в нашем он есть. Это замечательно. Вот ещё одна из современных тенденций, так называемый бэби-театр, это когда кукольный театр создаётся для совсем малышей, которым всего полгода жизни, и даже уже проводятся в Москве фестивали таких спектаклей для совсем-совсем юных зрителей. Видели ли вы когда-нибудь такие подобные спектакли? Есть ли желание поставить что-то подобное у нас? Потому что я уверена, что все мамочки, конечно, будут очень рады привезти своих малышей на подобный спектакль, и, может быть, расскажете о специфике. Всё-таки нужно понимать, что бэби-театр это не то же самое, что там работа аниматора с детьми, это всё-таки театр, но работа строится несколько иначе, то есть ребёнок всё-таки включается в процесс, но создаётся ощущение театра, постановки, спектакля. Есть задумки поставить что-то подобное в нашем городе? Смотрите, я сразу скажу, что это очень хорошая тенденция и сконцентрируюсь на слове театр. Вот слово театр, оно вообще всегда побеждает. Театр — это театр, прежде всего. И бэби-театр не исключение. Я считаю, что, конечно, нужно этим заниматься, абсолютно точно, и считаю, что именно нашему театру. Вот, знаете, я как мама полуторагодовалой дочки соглашусь с вами, что в декрете просто жизненно необходимо куда-то выйти и сводить ребёнка. На качественное развлечение, не какой-то там развлекательный центр, а именно в театр. Я могу пойти, потому что многих же останавливает. Я не пойду со своим ребёнком, он там будет кричать, он заплачет, ему будет неинтересно, потом придётся в середине спектакля уйти, встать. А это специальные спектакли для вот таких пар, для таких детей. Я тоже думаю, что как мама тоже вас абсолютно поддерживаю. А вас учили вот в вашем образовании? Был такой пункт дисциплины? Бэйби-театр это сравнительно новая дисциплина, и вот учитывая наш уровень академического образования, нет, конечно, нас этому не учат. Однако нас учат другому тому, что нас более сложным вещам учат. Хотя общение с такими маленькими существами предполагает определённый опыт и знание, как с ними необходимо общаться. Но он появляется у каждой мамы, когда появляется ребёнок. Поэтому я считаю, что женщины-режиссёры подходят для этого как нельзя лучше. Как-то всё удачно сложилось. Хотя папы, между прочим, папы, я думаю, папы-режиссёры тоже замечают какие-то закономерности детских реакций, того, что им интересно в 6 месяцев, в 9 месяцев, в 12 месяцев. Это же совершенно абсолютно разные миры. И, конечно, мы с нашим директором Еленой Николаевной Денцовой, заслуженной артисткой России, обсуждаем появление таких спектаклей в нашем театре. Но ведь получается, что к этому спектаклю нужно подключить будет, например, педагога или учителя, или психолога, или возможно поставить спектакль без участия подобных специалистов? Не знаю. Мне кажется, достаточно своего материнского опыта. Ну, прекрасно, что у нашего главного режиссёра Кировского театра «Кукол» есть уже своя семья, свой ребёнок, и я думаю, что спектакли от этого нашего театра только будут выигрывать. Бесспорно. А есть ли спектакли, которые в этом году уйдут, например, из репертуара нашего театра? Какие-то вы будете такие кардинальные решения пока принимать? Я не могу сказать, что это кардинальные решения. Со временем приходится прощаться с определёнными названиями, с определёнными воспоминаниями, с определёнными, опять-таки, спектаклями. В нашем театре каждый год выходит по минимум пять премьер. А театр — это ещё и хранение, декорации. Поэтому, конечно, необходимо обновлять репертуар. Елизавета, нам сейчас нужно прерваться на рекламу. Напомню, что после рекламы нас ждёт розыгрыш и обязательно вопросы от нашей гости Елизаветы Гордеевой-Мусиной. КУЛЬТОХОД 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 Всё верно, в эфире программа КУЛЬТОХОД У микрофона Светлана Дождевых. И я напоминаю, что гости сегодняшней нашей передачи это главный режиссёр Кировского театра «Кукол» Елизавета Гордеева-Мусина. И сейчас настало время для нашего традиционного розыгрыша. Призов у нас, как всегда, много. Сейчас я их все перечислю. Слушайте внимательно. Потом можно будет слушать внимательно вопрос, отвечать, звонить нам и выигрывать эти призы. Итак, у нас, как всегда, пригласительные билеты в кинотеатр «Смена», в кинотеатр «Дружба», а также билеты пригласительные на персональную выставку художника Сергея Горбачёва в галерею «Прогресса». Выставка называется «Скромное обаяние графита». 6+, а также пригласительные билеты на кинопоказ лучших фильмов международного фестиваля короткого кино «Москаушоц» 23 сентября в 19.00, возрастное ограничение 18+. Также проходит этот кинопоказ в галерее «Прогресса». У нас ещё разыгрывается несколько книг. Все книги из магазина «Читай город». Бенджамин Ференц «На путьстве 9 уроков для замечательной жизни» 12+, Шамиль Идиатулин «Возвращение пионера» 16+, Михаэль Н.Д. Виланд Фройнт «Рыцарь Родриго и его оруженосец» 0+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская 65», «Ленина 103А», «Луганская 53», а также в торговом центре фестиваль на «Волково 6А». Ну вот, я перечислила все наши призы. Надеюсь, что вы внимательно слушали. И сейчас вопрос от нашей гости. Я думаю, что он будет обязательно связан с театром «Кукол». А может быть и нет. И напомню, номер нашего прямого эфира 211-101. Звоните нам, выигрывайте. Итак, вопрос, Елизавета. Давайте зададим такой вопрос. Чье имя носит главный кукольный театр России? Вот так. Не театр кукол Кировский, а главный театр кукол России. Верно. Чье имя? Это известное имя, да? Известный факт. Известный факт. Да, ну, я думаю, что те, кто не знали этот факт, его смогут найти. Да, у нас есть уже ответ. Здравствуйте, вы в эфире? Нет, да, еще мы ждем звонка, еще ждем ответа. Вот. Где находится главный театр «Кукол России»? В каком городе? В столице нашей родины, Москве. Ну, мы еще... Я просто специально делаю подсказки нашим телезрителям, чтобы быстрее к нам смогли дозвониться и дать нам верный ответ. Ну, можно, наверное, рассказать, как давно существует этот театр, если вам известна, конечно, такая информация. Я не такой специалист, который помнит, сколько они там существуют. Кто главный режиссер? Кто главный режиссер? Главный режиссер этого театра Борис Константинов. Ну, что-то, я думаю, что это не приблизит нас к названию. Ну, вот у нас... Возможно, кто-то... Ага, есть ответ. Давайте мы послушаем. Ну, я сказала, что «Кукольный театр» имени Сергея Образцова. Совершенно верно. Да, у нас сегодня несколько раз звучало уже это имя. Да, совершенно верно, Сергей Образцов. Вот. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и какой приз вы выбираете? Меня зовут Валентина. Здравствуйте, Валентина. А вот приз... Я все хотела, думала, будут разыграны билеты в «Кукольный театр». Долго что-то не произошло этого. Вот, но есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса». Нет, вот мне хочется в «Кукольный театр». Нет, давайте мы все-таки разыграем билеты в «Кукольный театр». Конечно, надо. Давайте мы разыграем. Только много хорошего говорили, и вдруг ни одного билетика в «Кукольный театр» нет. Валентина, смотрите, у нас главный режиссер прямо здесь и сейчас. Да-да-да, я знаю, слушаю Елизавету. Да-да-да. Вот, готов... Готов разыграть билеты в «Кукольный театр». Валентина, на какой спектакль вам бы хотелось попасть? Ну, вот какой тут сейчас последний, как раз готовится какой-то для взрослых. Ну, можно даже и с детский. Вот, я не знаю, надо посмотреть портуар. Вот, ну, давайте мы тогда, Валентина, передаем вас редакторам, редакторам, да, и решим, ну, вот, билет в «Кукольный театр». А очень хочется в «Кукольный театр», очень. Это замечательно. Я думаю, что очень приятно это слышать нашей гости Елизавете, главному режиссеру «Кукольного театра». Очень приятно это слышать. Мы тогда вас передаем редактору, и уже обязательно передадим вам билет в «Кукольный театр». Верно. Вот, и у нас есть время еще для одного вопроса, только очень какого-то простого. Давайте, простой вопрос. Какая кукла надевается на руку? О, ну, да, как называется кукла, которая надевается на руку? Очень хорошо известно всем, мне кажется, это кукла с детства, но стоит сказать, что это часть русской культуры, часть русского театра, народного театра. То есть, по сути, русский кукольный театр начинался именно с этой куклы. Да, всякий русский. Всякий кукольный театр начинался с этой куклы. Но почему-то сейчас этот тип кукол уходит, мне кажется, из театра. Меньше всего используется. Нет, не соглашусь с вами. Ну, это, да, это может быть не так кажется, но, ну, есть у него, да, Ну что, на этот суперсложный вопрос. Так, ну, еще раз напомню. Хорошо, давайте. Номер прямого эфира 211-101. Звоните, называйте, как звучит название куклы, которая надевается на руку, потому что видов кукол бывает много, ими можно управлять через нити, марионетки можно. Как еще управлять куклой? И мы также зададим вопрос, возможно, на связанный с эфиром вопрос вам будет ответить легче, дорогие слушатели. Как будет называться спектакль Кировского театра кукол, посвященный юбилею города? Так, хорошо, да, мы тоже сегодня обсуждали в первой части нашей программы, обсуждали вопрос о тему нового спектакля, который будет посвящен Кирову. Ага, и у нас есть звонок. Давайте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в студии. Это перчаточная кукла. Перчаточная кукла. Мы принимаем, принимаем Елизавета, да? А слышали... Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Я, Наталья. Наталья, а слышали ли вы, как будет называться спектакль, посвященный вятке Кирову? Нет, я только что подключилась. Ну, в любом случае, ответ на вопрос был дан. Скажите, выбрали, определились ли вы с подарком, или мы можем передать вас редактору, и вы назовете... Давайте редактору. Хорошо. Мы тогда передаем вас редактору. Спасибо большое за ответ. Ну, вот, перчаточная кукла. Ответ был верный. Скажите, у нас остается всего где-то полторы минуты. Может быть, у вас есть что-то сообщить? Мы ждем ответ на третий вопрос. Как будет называться спектакль, посвященный юбилею города Кирова, Кировского театра? Если поступит звонок, мы обязательно его примем. Да, но у нас осталась всего одна минута. Может быть, что-то, Елизавета, в завершении сказать, куда-то еще пригласить. Еще раз напомню, что сегодня очень интересный спектакль для взрослых, 16+, это Гоголь СПБ. Да, Гоголь СПБ. И, может быть, еще на какие-то ближайшие события желаете пригласить. 30 сентября у нас пройдет премьера «Приключения Незнайки». Спектакль 6+, приходите на наши премьерные показы. Кажется, там уже нет билетов, но, во всяком случае, он будет еще. Слышала, ну, вот, может быть, это такая театральная легенда, правда или нет, что лучше всегда посещать первый спектакль и третий, они бывают самыми удачными, а вот второй спектакль, у него какая-то есть аура такая. Это театральная байка, легенда. Ага, и у нас есть еще звонок. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Надежда. Надежда. Вы знаете ответ. К сожалению, из нескольких слов не запомнился название спектакля. первое слово точно, «Вятка». Я знаю, что посвящен будет спектакль знаменитым людям нашего города. Да. Те, кто родился здесь, кто варил. И называться будет «Вятка от земли до...» До неба. До неба. Совершенно верно. Это верный ответ. Вот. Мы вас передаем редактору, вы выберете подарок. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо вам, Елизавета, за разговор. Мы все очень ждем спектакль «Вятка от земли до неба», но и с удовольствием придем на детские и взрослые спектакли «Ваш театр». Спасибо большое за разговор. Спасибо вам. «Ветка от земли до неба», «Ветка от земли до неба». Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...